Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Мы летаем у горного склона горы Пик-де-Бюрт с высотой 2700 метров. Замечательный день, он походит, правда, к концу. Хочу записать ролик, сколько стоит владение собственным планером. Я многое встречал в сети, там как раз, сколько стоит частный самолет, сколько стоит владеть частным самолетом. Такие популярные видео, там они прям вух! Вот, я думаю, почему бы нам не снять ролик, сколько стоит владение частным планером. Потому что у меня, по крайней мере, есть опыт владения. У меня как минимум сейчас 4 планера своих. И помимо этого у меня опыт владения еще 5. То есть всего за свою жизнь я, ну там, был обладателем 9 планеров. 5 я сейчас продал по разным причинам. И ну сейчас у меня 4 есть. Я могу бы рассказать, из чего состоит цена содержания этого планера и на нем полета. Почему планера лучше самолета, я вам уже сто раз рассказывал, кто смотрит канал, кто не смотрит. Я вам скажу так, что на самолет летать скучно. То есть у меня есть лицензия самолетная, ультралайт, там, до 495 килограмм двухместный самолетик. Я на нем иногда летаю, самолетик только нет, беру в аренду. А у меня есть опыт полетов на Як-18Т. Я на нем летал, учился там давным-давно и так далее. Я летал с друзьями на самолете, достаточно много, мне скучно. То есть вот полет на самолете, это, наверное, основная идея путешествия. То есть нужно куда-то лететь с какой-то целью, там, не знаю, попутешествовать на своем самолете по Европе. Там куда-нибудь посетить разные места, ты летишь с аэродрома на аэродром. Там, собственно, в этом кайф самолета. Кайф еще в том, что вы учитесь на самолете. То есть когда вы учитесь, хоть на самолете, хоть, не знаю, там, на горшке скакать по коридору. Это всегда интересно, то, что вы учитесь чему-то новому. То есть пока вы учитесь, вам интересно. А потом вы научились на самолете. И, ну, блин, вот я вот, там, вот, что еще там. Ну, потом идея свой самолет хочу. Хочу самолет, вы там изучаете тему, как им владеет, покупаете самолет, мечта детства сбылась. Вот, а дальше выясняете, что вот с этим самолетом он делает, в общем-то, ну, а что? Ну, полетал вокруг аэродрома, полетал круги, подтвердил посадку. То есть самолетам интересно владеть, чтобы летать куда-нибудь, там, путешествовать на нем. Это, это задача самолета. Ну, видите, что я летаю без мотора уже черти сколько времени, и мы в это время не жрем топливо. Ну, это время там, мне интересно, помимо того, что я трендю на камеру, я еще и следую небо, то есть думаю, так, вот где здесь энергии цапнуть? Где здесь энергии цапнуть? И видите, сколько я времени нахожусь в воздухе, не тратя топливо, не сжигая вот этот вот сок из сдохших динозавров, а замечательно и классно двигаясь по небу за счет своих вот, твоего мозга, понимания об устройстве природы. Каждому свое, то есть, повторюсь, планер, это штука для исследования, исследования неба и классных воздушных путешествий за счет энергии природы. Самолет это просто классная штука для путешествий. Не надо чувствовать себя ущербным за счет того, что у вас нет мотора. Нет мотора это большой плюс. Мы, не знаю, в Африке летаем тысячекилометровые маршруты без топлива. Смотрим всю Африку, пустыню Калахари. Я не уверен, что любой самолет сунется, потому что там просто банально приземляться негде. Планером стоит владеть несколько дешевле. Почему? Потому банально, потому что за самолет, если вы владеете им официально, вы должны каждый год платить транспортные налогистры, поставим вас машины, но все равно эти деньги придется выложить. А если у вас более-менее мощный самолет, какой-нибудь такой, за ясно, какая-нибудь четырехместная, на которой такой моторчик повеселее стоит, то это транспортный налог. И вот государство российское считает, в мире, кстати, этого нет. В Литве я за самолет, когда я им говорил, ребята, а вы транспортный налог платите? Ну, говорит, ты что, попух, какой транспортный налог за небо? Еще за воздух, за которым дышишь, возьми денег. Да не я, это правительство Российской Федерации такое у нас пушлое, развивает малую авиацию. И ваш налог куда-нибудь пойдет. Ну, куда? Может, украдут, может, что-то построит полезное. Аэродром построит какой-нибудь. Ну, конечно, когда аэродром построит, еще что-нибудь, ну, неважно. Я не буду, это больная тема. Мы о другом, о стоимости владения. Помимо транспортного налога у вас обязательные регламенты по ремонту двигателя, по всему. Это и в планере есть, но тут же вы все время летаете. Вот каждый час вашего нахождения воздухе это этого мотора наше топливо вон солнышко светит уже закатная скоро на посадку пойдем и это солнышко нам сейчас дает энергию ветер 16 метров час южный ветер нам еще нет вот одновременно солнышко и ветер позволяет нам у этого склона пиктебюра летать я никуда перелетать сюда не хочу потому что уже вечер погода заканчивается поэтому просто буду здесь болтаться пока меня держат писать вам это видео с чего складывается стоимость владения планера ну во-первых сам плане сколько стоит планира ну вот этот планера когда я вам покупал стоил двести восемьдесят пять тысяч евро со всеми налогами с тележкой с приборами как которых тут немерено дорогих то есть это ну топ-энд это планера строения то есть это очень 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 навороченный крутой хороший планер я его использую как микроскоп который был гвозди забивают для обучения студентов мне так нравится то есть у меня стоит зато мне очередь и студентам на год вперед и они с удовольствием приезжают на таком крейсере летают флагмане моем это начальная стоимость планеров если планира дороже конечно вот есть планер этот 20-метровый есть такой же местный у шлякера 400 тысяч евро просто потому что длиннющие крылья 20 там по 5-26 метров и такой уже очень очень тяжелый сложный планер я на таком летать не умею ну точнее умею я может быть уже и полетел бы с моим 5800 часов но учить на нем студентов практически невозможно длинные крылья студент делает и на этом то ошибки делают а на том вы думаете как гибель и горки что летают такие планера я кстати не олигарх я тут просто денег и за свою жизнь заработал на одолжил и прочее потом отработал как то вот так получилось чтобы планер купил не воровал не не убивал никого вот не грабил но работал в гараже жил какое-то количество времени там не знаю потом в домике на колесах жил для квартиры московской нету я купил себе трейлер в нем жил и вот но работал видите зато теперь у меня есть планер дальше бывает и дешевле планера конечно можно сейчас у нас в ангаре стоит планер за 4000 евро двухместный деревянный планер классные с налет 3000 ресурс у него 9000 часов то есть ему летать еще или так у дерева нет усталости такой планер может летать и летать и летать и летать сколько угодно я углам соль мы на своими купил планик за две тысячи с половиной евро вместе с прицепом то есть не обязательно чтобы там-то планере покупать такую штуковину даже точнее как раз желательно не покупать такую штуковину потому что она нужна только если у вас очень очень много денег или вы собираетесь как-то профессионально работать или просто инвестируйте свое будущее то есть такой планер служит 40 лет там минимум и у него ресурс 12000 часов все хорошо вот помимо того сколько стоит изначально сам планер есть еще такая штука как обслуживание ремонта планер нужно ремонтировать и как вы понимаете такой дорогой планер как этот приходится ремонтировать на заводе изготовителя потому что многие работы я например сам по мотору по двигателю по регулировке управления еще почему-то просто не умею делать и не хочу в таком плане его это есть а например планер за 4000 евро про которые говорил деревянный я сто процентов любой узел на блок служить самый тот же бланики наверное этом который у клаус волю мона купил тоже многие работы сам делал то есть обслуживание ремонт и чем проще планер чем он дешевле тем дешевле будет его эксплуатация очень в клубах здесь европе любят планеры а искать 13 деревянник тоже потому что он настолько просто только просто обслуживание что члены клуба просто там пришли там на отработку своих там 100 часов положено многие клубы просто использовать схему когда вы платите крупный взнос год и еще 100 часов должно отработать который как раз используется на ремонт и на всякое такое надо понимать что может быть и самого ремонта понадобится чуть больше если у вас новый планер чем не вообще ремонтировать сколько стоит вот вот если я ничего не ломаю на этом плане насколько то этого служить я раз два года где-то приезжаю на фирму шлякер проверяем мотор это стоит полторы тысячи евро проверка двигателя но в принципе мне больше ничего не нужно сколько может стоить например серьезный ремонт мы поломали шасси на этом планере согнули все его элементы которые должны должны были воспринимать нагрузку потом у меня была посадка без шасси на фюзеляж то есть ремонт фюзеляжа перекраска не снизу и прочее прочее со всеми этом бумагами и прочим это обошлось по 10 тысяч евро это действительно дорого за такие деньги можно новый планер какой старый планер какой нормальный купить но это цена владения такой там вот флагманом поэтому трижды задумайтесь чем покупать вот такую дорогущую игрушку я работал до этого у меня был планер янус cм тоже моторный стоимостью 70 тысяч евро прекрасная на нем летал дрем конечно такого комфорта и таких возможностей не было но с точки зрения бизнеса то есть учить на нем было легче денег можно было заработать больше но видите вот я как и как я забочусь о своих учениках на таком плане питаются со мной так слг rc это в связи с трудной годности то есть это ежегодная проверка планера инспекциями всевозможными которые должны дать заключение что планер может летать в россии это просто коррупционная такая адская штука то есть ничего особого хорошего никто ничего не проверяет только бумажки делают но можно сейчас кто-то что-то и проверяет то в целом это в основном весь труд это оформить бумажки и он адский жутки потому что нужно и приборы какие-то снимать на проверку и прочее вот это вот такой маразм если я сейчас покажу например вот у меня видите приборы там высотомер волеометр надо было бы снимать вести на какую-то там опрессовку а пломбировку там давать какой-нибудь фильме непонятные денег 5000 рублей за каждый прибор чтобы она там обнукала его сломала ну короче ненавижу идея-то хорошая техническая инспекция планера ежегодная и заключение о том что он будет полетом но ее реализация в россии это адский ад в европе это стоит ну вот я на этот планер плачу 280 евро за инспекцию приезжает инспектор ему заглядывает в каждую извиняюсь щель этому планеру там разбирает не разбираю я кабину чтобы сэкономить если он все и разбирает то это стоит там 500 евро я предварительно снимаю там сиденья всякие там доставай доступ к узлам дальше инспектор посмотрел и по-настоящему посмотрел и выдал мне бумажку что вот товарищ волков миссии волков можете летать еще годик радоваться на этом плане и с этим с этой россии формой европейская злд по-российски работать страховка если у тебя есть эта проверка значит добавим технически исправно если что-то случилось форс-мажор и так далее сколько стоит это в россии но от 20 тысяч рублей это если вам повезло очень насколько я помню цифры какие-то слышал от ребят до 60 потому что там вроде как нужно на облет вызывать какого-то инспектора он должен приехать полетать там например мой друг алексей делал него план планер целую цирус есть стандарт в россии он делает него летать легально абсолютно все делает делал на него если у кого нет стоял в воронеже и вот ему пришлось воронеж ввести этого инспектора платить за то за бумажки за все ему пошлось 40 тысяч рублей на самолет еще дороже стоит там еще кучу все проверять страховка универсальная формула если ты много летаешь и летаешь в небольшом количестве например на этом плане летаю я и мой друг саша например если передал один я она была пищу дешевле 0 8 процента а так как летает саша получается процент то есть мы платим за этот планер оценивая его там я оценивал 250 тысяч сейчас учет потому что немножко был 200 тысяч евро в год называемая каска если на этом плане сейчас там улететь куда-нить и выпрыгнуть то ты можешь купить получить за учет с учетом все-таки франшизы будет меньше франшизы на этот планер я поставил дорогую по-моему 15000 чтобы вот этот один процент получился же сделаешь французу меньше то естественно там так начинают считаться мелкие ремонты то стоимость возрастает обязательно страховка от этих лица она недорогая то есть на этот планер страховка 30 лет от этих лиц на тот случай что я прилечу кого нибудь счет нанесу большой большой она мне хочется в 100 200 евро в год то есть это уже не так много теперь насколько нужны вот эти страховки но страховки нужны по той простой причине что вот мой мой опыт попробуйте использовать первый случай был как раз в орле суетился на старте был молодым пилотом это купил свой планер очень много глупостей наделал и друзья мои подошли рядом с планером ошивались давай и как скорее там и на старт должны там подвезешь нас ты все равно на старт со планером еду я бы еду вот этого до этого было еще несколько ошибок то есть мы планера поставили с перекрытием при этом я знал что так нельзя и сказал сделал замечание моему соседу но сосед сказал да ты чё мы же с тобой крутые пилоты но он так крутой это был пилот я-то щенок я выезжаю забыл что половина с перекрытием раз баг бабах шмяк в общем у меня консоль в дребезге за концовка у него так как ударила по элерону то соответственно с элероном проблема тоже консоль повредила съемную часть и мой ремонт обошелся там 700 евро консоль этого человека я отремонтировал за 2000 евро что ли это прямые потери и но в этом случае страховка хоть у меня была страховка от третьих лиц и на нее была небольшая франшиза в 300 евро то есть я бы мог сказать что вот чего это был только что привезенный в российскую федерацию ventus только-только полученный свежий и летать нельзя было на летали и поэтому в сумме так получилось что мне сказали что давай-ка ты за свой счет отремонтируй и будет все хорошо но я так и сделал а второй случай был более серьезный вот на этом уже аэродроме при взлете из-за того что была не согласованность в действиях взлетной команды которая была на аэродроме очень хотели ребята помочь но так получилось что помогли неправильно на взлете меня развернуло на планере моторном и я не успел заглушить двигатель до соприкосновения с планером открытого класса тот который как раз 300 тысяч евро стоит 4000 евро стоит новый а вот я этому планеру отрубил консоль не повредил фонарь своим крылом в общем нанес повреждения на 24000 евро и вот тут уже сработала страховка я заплатил франшизу для запуска страховки в 2000 вот и арендовал планер для немцев потому что я был виноват но это я мог и не делать но это вообще принятая ситуация если ты виноват это испортил людям отпуск как бы надо как-то ну я мне пилоты сказали что игорь хорошо бы вот все-таки ребята планеры арендовать есть конечно конечно арендовал планер на две недели страховаться нужно это крайне важно и это позволяет избежать каких-то таких неожиданных потом расходов ты мне осталось рассказать о хранении планеров и я это сделаю на земле я этот ролик уже записал кусочек так что просто сюда вставлю итак друзья небольшой кусочек о хранении планера чтобы можно было вот так хранить планер выкатить его ведь какие замечательные облачка на горизонте приехать на машинке вот выкатить вот из этого ангара и полететь вот сколько вообще стоит хранение планера то есть это достаточно сопутствующая мой приличная статья расходов может быть но в таком замечательном ангаре где стоит вот сам клаус ольман у нас готовит свой планер полета представляете 2060 рекордов мира учитель мой вот его антара стоит его стоит штемме здесь стоит несколько планиров твинастер какие-то еще планира до диску стоит по моему разобранный вот стоит там к 6 который я чуть было не купил за две или три тысячи евро что ли вот дельта какая-то стоит вот стоимость базирования в этом ангаре 130 евро это очень удобно потому что видите вот я приехал вот на вот этом холмике мой дом и сел на машину три километра проехал приехал вот он планер поехал вот 130 евро базирование такой стоит вот в том прицеп чеки вот он мой прицеп стоит она бесплатная или вот еще планер стоит бесплатно минивак например вот этот вот прицеп чек почему бесплатно ну потому что просто вот за это денег на аэродроме не берут снос аэродромный вот на этом аэродроме годовой получается по 200 евро в неделю но больше трех недель уже не платишь то есть 600 евро в год максимум что может заплатить на двухместном планере 250 то есть я получил получать 750 евро и в результате пользуюсь брифингом буксировкой там какой-то и так далее в принципе любой человек может прилететь на этот дом забуксироваться но тогда он заплатит какие-то деньги за посадку там это обычно 5-10 евро например если останется за ночевать и оставить на хранение планер тоже каких-то денег заплатит то есть это все при общеприняты в европе аэродромные сборы очень доступно на мой взгляд вот во что входятся подобные мероприятия допустим в россии ну здесь почему в принципе это все так дешево почему вот можно сказать пусть планер стоит бесплатный то есть вот этот планер например за него никакой взноса никто на нем не летал в этом году минилак и никакие взносы за него не платились почему такая такой коммунизм но дело в том что и охраны никакой на аэродроме нет частная территория частная собственность но никаким забором она не огорожена и никто здесь ничего не трогает это так сложно достаточно поверить но вот она такая вот правда в россии если так оставить планер на поле где-нибудь на комитет аэродроме да от него рожки до ножки останется ну уж поэтому приходится охранять все строить какие-то капитальные сооружения тот же ангар более под большую снеговую нагрузку должен быть и прочее прочее это приводит к тому что те деньги которые берут за хранение планиров россия это может быть там не знаю 3000 рублей в месяц там просто если трейлер стоит или там допустим планер или там 6000 вот я платил все время 6000 рублей за планик ну это тут тоже нормально но если 6000 тогда было в районе 100 евро ой да где-то так 1200 евро в год получается ну подумаешь еще как хранить может быть взять его там в какой-нибудь прицеп уволочь куда-нибудь себе там на какую дачку но опять же без охраны без ничего то есть каждый находит там какие-то способы кто-то хранил на территории каких-нибудь там предприятий там своих знакомых еще чего-нибудь но такое хранение тоже сопряжено с ряда проблем например так можно похоронить планер похоронение как-то до дискус так и оставили его мокрым сыром каком-то не знаю подземной парковки или что-то в этом роде и за зиму планер просто превратился в ужас то есть там откародировали все алюминиевые поверхности на двигатели двухтактном там в общем ужас 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 поэтому хранение очень важная часть расходов на эксплуатацию планера потому что те же двигателя их нужно консервировать вот я допустим свой двигатель не консервирую сейчас потому что просто иногда на нем летаю а так по хорошему на 90 дней уже нужна какая-то консервация и вообще хранение когда у тебя постоянно конденсат вот на этом ангаре конденсата нет мы приходим и замечательно в сухом состоянии хранится если оставить планер на аэродроме то конденсат там опять же это ты не за изморозь еще чего то то есть это все очень сильно портит планер используйте чехлы для хранения и хорошие чехлы которые у меня допустим есть они стоят 1400 евро я платил за чехлы служит они реально порядка трех лет то есть можно считать что каждый год там на 500 евро на чехлы нужно выкидывать и это немало поэтому допустим многие европейские планеристы не используют чехлы и разбирают планер каждый вечер в прицеп вот представляете вот такой планер вот достаточно тяжелый его в одиночку не разберешь его надо разбирать вдвоем и это занимает ну если очень хорошо натренированные люди 40 минут двухместный планер разобрать если как я то у меня вообще часа полтора надо поэтому я предпочитаю чехлы и предпочитаю ангар вы можете выбирать что угодно но вот эту вот сумму на хранение планера когда он не летает нужно обязательно во первых понимать как это будет происходить перед чем тем как его покупать и заводить и второе это понимать что это будет расходная часть и она будет постоянно постоянно капать и никуда не деться я помню задавали вопрос а воруют ли планера ну я говорил что этот аэродром не охраняется был случай инцидент порядка 15 лет назад вот так же вот стояли несколько прицепов и зимой какая-то банда из марселя нехороших людей взяла и порезала фюзеляже этим планером и достала из них моторы то есть совершенно варварский способ вот представьте вот стоит красивый белоснежный замечательный планер и в нем есть двигатель и вот ночью приезжают какие-то мерзкие преступники даже не люди бы так сказал берут вот и вот так вот болгаркой достают вот этот двигатель и увозят там делают из него что-то по моему 7 планиров пострадало тогда и после этого очень редко кто оставляет вот так планера совсем уж на всю зиму хотя ну понятно что таких случаев больше нету поэтому это и повод так почему я собственно держу планер в ангаре они снаружи и если например я не захочу в ангаре хранить то я наверное отвезу его к себе домой поставлю у себя там на участке вот еще был однажды случай в голландии по моему в каком-то голландском клубе украли приехала фура и загрузила там порядка 8 планиров то есть по вынимали из контейнеров просто загрузили фуру и фура уехала и эти планира номера их известны их след сплыл вот эти вот воры связались с в россии с одним человеком моим знакомым и предложили ему давайте все купите он понял там за 100 тысяч евро продавали все эти 7 7 планиров чем достаточно некоторые дорогие были и пытались как-то вы вытащить этих людей на то чтобы они там хоть как-то какие-то контакты обозначили хоть как-то договориться чтобы попытаться купить и поймать их при этом не получилось пугнули видимо и люди пропали и планиров до сих пор не нашли будет продать планер вот я не понимаю людей которые так ворует вы практически невозможно он за номерной где-то на нем летать так чтобы никто не знал тоже в сообщество очень небольшое планирование легко найдется этот планер который сворован то есть не принято воровать это не угон машин но такие случаи были в общем то поэтому туда нужно относиться серьезно к вопросу хранения еще и вот по этой причине друзья мои мой учитель клаус ольман великий пилот 60 рекордов мира больше 60 дней поставленных за его жизнь просто вот человек легенда он будет говорить на английском а я уж как нибудь переведете сам себя житель раша в обороте клауса you have how much gliders you have three or four we have actually three gliders you have a double c the s10 we have i have my antaras an electric glider and dg 400 which is a self-launching the glider relatively old but very very efficient actually still and how much in the year is uh money for 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 you you have three blood just how how much you pay for yeah that's very difficult to say because uh at first it depends uh how much work do you do yourself for example all the the painter all the the to clean the glider like that that you can do yourself if you go to a to a professional guy of course it's much more expensive so you have to calculate it you have to calculate the the insurance which is really a lot uh concerning the 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 third party insurance if you want to uh ensure the glider for a total loss it of course it depends on the price of the glider so you have a wide range of prices between uh the the to buy a glider so you nowadays you can even spend 350 000 euros uh to to buy a new semi glider s12 or uh so 280 000 so for for a modern glider uh they are very good but they are quite expensive but on the other hand you can buy a an old glider for 3000 euro or five six seven eight thousand under 10 000 euro and there of course you have much less loss of money so uh spending money essentially is uh for insurance of total loss and of course if you have a hunger you have to pay a place for a hunger let's say that it's probably 1500 euros a year if you have the the mounted slider and so the the essential money you will spend is to buy the glider and then it's really not very expensive because uh when you have a pure glider so you have nearly no maintenance because if you have a motor of course you have much more maintenance so the costs uh let's say for verification one time a year that could be around let's say 500 euros something and so of course you buy something the problem with all these costs is that a passionate pilot never calculates really but but so you have really a very very wide range if you go professional maintenance of course you can spend 10 000 euro a year uh if you can do a lot of things of yourself uh or you have a cheap uh cheap guy who can do it so one of the problems of registered aircraft is that you need always somebody to sign the paper and this is you can do a lot of your if you are engineer for example you can do a lot of work but you have not the right to do it so and usually that's uh that is done with a person who has the right to sign together with him and he makes your confidence you make this work he look at the work and then he 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 make uh he signed the paper thank you very much and i understand it a little bit so no 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 and you have the best glider with electric motor and the price for takeoff is zero yeah yeah so what is really wonderful i'm an absolute fan of electric flight so i i bought this antarus which is a really a very very nice ship so you can you can start with electric you can even have some solar panels to charge the batteries so then you are really zero emission that is what why i bought this glider because uh i think always so we of course we need an aerotaur or we need some fossil fuel uh and this is just like the dirt under the because the whole day long we are flying with renewable energies we have the whole day with wind with thermals with rich or impossibilities or wave and this is really fantastic and uh i want to promote gliding uh and uh it's beautiful we have this trend now that we have renewable energies and we want to have uh save our climate and so uh and this is uh from my opinion gliding is the best sport to represent uh these new trends because we do it the whole day long changing the energy from one in the others and using the whole day long the atmosphere the atmospheric forces of wind and sunshine thank you very much close we will fly друзья моя вот сейчас вот как раз тот самый antaris который с электрическим мотором это один из первых планиров у него мощная такая энергетическая установка на его базе другая firma schimpherd сделала арку с электромотором но конечно он чуть похуже поднимается чуть поменьше батарейки хватает здесь вот все прям изящно очень получилось то есть вот это вот идеальный планер с электромотором мотор очень мощный ну а сейчас даже вам представляете посчастливится вам мотор выпустит и что это я показываю и я показываю да так как это сделано очень простым принципом я имею в виду камера и здесь это все. это еще раз получается вот так. в одну руке вы видите как красиво сложен огинетчик оп оп вот такая штука электрический мотор Это 40-кВт-модор, который позволяет вам скрыть 3-4 метра по секунду. Wait a minute, I have a warning, because it's a little bit cold. How do I have to do that? Enter this. That's okay. So, you have this 40-kilometre, it's an official electric motor for an aircraft. One of the first, or even the first, which was registered officially and used officially. And so you have a 2-meter propeller. So you saw that all the propeller and motor systems disappears inside of the fuselage. And that will say you have a very, very good glider. So this glider has a gliding ratio of 56. So, and especially it is very, very good in high speed. That's what I really like when we are flying with strong winds in wave flights, then forwards and flying with 200-230 km per hour. So that is really absolutely great. And so this really, I don't want to take the motor inside. Yeah, 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 it's enough for Klaus. Yeah. Thank you very much. Yeah. Okay. Alright. And, well, friends, you can see how you've been lucky. You've been lucky to see a real plane of a 60-kraten record man of the world. And here's his legendary Stemmy, where he did the record flights. He was flying with a great flight. He was flying with a great flight. He was flying with a great flight. Клаус Ульман, а мы полетели наконец-то, смотрите какие облака, эта часть будет в середине видео, но начало я вообще снимать не начал, все, сейчас быстренько залезаю в планер и помчались, я вам рассказал вкратце из чего состоит стоимость владения планера и теперь мой опыт, что у меня было и какие деньги я на это тратил, я начал летать на планере, естественно, первый же день захотел планер, то есть я прям вау, планер, там сейчас я с другого ролика, я уже кусочек заснял, что я хотел планер, сейчас ставлю, чум, идея купить свой планер, она приходит в голову, я считаю, на второй день обучения, по крайней мере у меня так было, я слетал с инструктором в зону, у меня стали такие щенячьи глаза такие, хочу, 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 вот, и я начал летать и на второй день я парапланилист вообще, я попробовал как летит после параплана, который летит так, ну, современные все-таки очень хорошо парапланы летают, не надо их обижать, но в целом после параплана ты просто поражаешься качеством волшебного, то есть у параплана качество, допустим, 10, а у этой штуки, у бланика качество 27, то есть он с километра пролетает 27, то есть ты летишь, и вот летишь, инструктор говорит, да не, не, это облако следующее, ты так, ну, прокалятый коронавирус, вот, это как так, как вот, то, он говорит, да мы до того идем, ты доезжаешь до того, он говорит, да ладно, вот еще туда успеем, ты видишь, да, что это все можно успеть, и это, конечно, поражает, возможности планера после параплана поражает, и я буквально сразу же первым делом, как только вот я полетал второй день, говорю, Юриш Саныч, хочу планером, говорит, слушай, ну ты вот совсем с ума сошла, подожди, говорит, погоди, тебе надо хоть немножко полетать, хоть понять, что ты, не, я чувствую, что мне планер нужен, хочу, не могу, вот это вот желание, хочу, не могу, надо, поверьте, ребята, надо стушить в себе сразу, то есть понимать, что вы должны иметь какой-то опыт, не знаю, полетов, понимание, что вообще вам нужно, потому что понять, какой вы планер сразу хотите купить, очень тяжело, и вот вы начинаете летать на бланике, и понимаете, что бланик это вообще мечта всей вашей жизни, вот как я тебя, я все, бланик хочу, не могу на нем летать, друзей катать, вообще, прям вот все, бланик я потом, кстати, купил, но на тот момент бланик там продавали за 10 тысяч евро, и мне, моя хорошая знакомая Лада Баламут первым делом, когда я рассказал про то, что, ой, они летали сидели дешевые, раньше меня начали на планере летать, вот я говорю, Лада, Илья, я вот летать, все, он говорит, бланик уже купил, я говорю, нет, откуда вы знаете, что я собираюсь, он говорит, ну вот, не покупай, пожалуйста, вот, и, конечно, спасибо вам за добрый совет, и вот я сейчас попытаюсь сделать видео, в котором тоже дам какие-нибудь добрые советы, в том числе и вам. Посадку надо, на самом деле, уже сходить, высота, давайте я сейчас, ой, не вышло, черт, шасси не выходит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok